здравствуйте сегодня я буду краситься глядя в телефон я хочу записать этот процесс как я крашусь зачем это не урок макияжа отнюдь совсем хотя я могла бы наверное что-то рассказать я чуть-чуть в этом понимаю это скорее такое медитативное действие пусть будет для меня больше записываю для себя я хочу чтобы у меня была память как я крашусь для внучек допустим это будет такой урок но возможно я это видео опубликую потому что сейчас очень модно да и популярно показывать кто как красится ну и а у нас с вами будет вот такой вот свой собственный вог в основном весь мой макияж состоит из одних сплошных секретов что называется первый секрет очень дешевая косметика вы знаете максимально дешевая самая дешевая какой я только могу здесь в армии найти в магазине почему потому что косметика в двоем случае это как бы не косметика это скорее ну такая история это грим что ли это как как хостовара и и второй секрет ты мне кажется что он очень очень важный многим пригодится посмотрите женщинам не юном я не юная женщина как вы можете заметить на мне сейчас нанесен исключительно увлажняющий крем какой-то детский дешевый тоже предельно значит и первый секрет у меня такой это надо обезвредить шею обезопасить шею самое безобразное и бросающиеся в глаза с возрастом это наша шея которая больше похожа на грязное скрученное полотенце как говорит лариса гузеева для этого для того чтобы обезвредить шею я ее затемню тоже совершенно случайно купленный сиси крем есть он оказался темнее чем мое лицо но он мне мне подходит для шеи вот смотрите вот сейчас моя шея ну так себе да прям аккуратно на 5 десятков выглядит потом я я вот теперь беру смотреть этот сиси крем темноватый да и и крашу замазываю шею не очень удобно и села но прерваться не будем потому что я потом могу передумать конечно я покрашу воротник сейчас этим кремом будут следы но идею я думаю вот вы поняли да и уловили вот это может быть наверное тональный крем или baby или сиси какой-то крем вот видно что руки тоже отличаются белее вот видите какая стала шея но не она не стала лучше но она визуально за счет того что стало темнее она как-то провалилась она не бросается так в глаза ну и она ровнее относительно лица даже вот цвет как и стал потом можно даже второй слой наложить потом потом я хочу намазать базу никогда этого не делаю особо знаете тоже вот такая вот дешевая абсолютно база но я не называю бренды косметики да вы их видите это самое дешевое какая здесь есть вот такая база но не знаю там две 100 рублей может быть стоит на наши деньги может побольше но вот база призвана скрыть неровность она действительно их скрывает я ее отдельно наносила все что можно нанести руками я наношу руками есть некоторые продукты в макияже которые руками просто не нанесешь это даже затрудняюсь ну например руками очень сложно мы можно конечно если руки хорошие из нужного места растут но руками все-таки сложнее нарисовать брови с девушки наверно у которых 18 кистей для макияжа все посмеялись надо мной до что у меня вот все только вот так мне нужен хороший ракурс чтобы все-таки по крайней мере это все не искажалось но я себе нравлюсь вот сейчас в настоящий момент только с нанесенным увлажняющим кремом из нанесенной базы вот вы заметили дать очень дешевый продукт это не реклама я до рекламы такой вот встроенная не доживу конечно но посмотрите я вижу разницу мне кажется что у меня даже вот сосуда на лице меньше видны у меня есть такая сосудистая сетка ну то есть это эта сетка это отражение общих сосудистых сердечно-сосудистых проблем которые есть в организме и вот они эти сетки дальше конечно тональный крем и вот здесь всегда вспоминают сколько буду жить мне кажется всегда буду вспоминать эту фразу и ваша сейчас научу когда-то некогда популярную светскую львицу пэрис хилтон помните такую кто подольше чуть-чуть живет на свете вот помнит ее спросили пэрис кто-то журналистов наверно ее спросили пэрис а что делать дайте какой-нибудь такой простой совет что делать чтобы всегда выглядеть звездой и пэрис бесподобная на мне вообще очень нравится он такая интересная девушка и пэрис сказала всего лишь одно никогда совет к это как быть звездой как отличаться от обычных или никогда не выходить из дома без тонального крема я ей верю многовато но я вероятно стараюсь пока заметила такую вещь что у меня руки отличаются от всего остального руки светлее белее белоручка почему-то и оказалось тоже намажу дешевый крем и сиси да не жалко я его вот так вот намаза намазываю на тыльную сторону ладони кстати когда записываю видео с гаданиями с руками вот на столе я тоже часто может тональный крем или вот этот вот на руки опять же для того чтобы радовать зрителей чтобы уж не совсем какая такая старческая кожа была вот все вот сейчас только лишь с базой даст тональным кремом я для себя морально готова входить из дома если я вот сейчас уберу повязку с волос распущу волосы я же обещала рассказать самой себе в основном секреты макияжа вот опять как палетка недорогих корректоров под глаза это я называю макияж под трампу макияж под трампу наш любимый президент дональд трамп недавно покинувший к сожалению белый дом я ничего не понимаю в политике тем более в политике в соединенных штатах но мне дональд трамп страшно нравится как мужчина как человек не знаю там как личность не нравится его высказывать он себя ведет интервью поэтому я его так называю наш любимый президент может быть как президент нынешний дедушка намного лучше там будет ну дональд трамп когда-то много лет назад еще до своего президентства покорил мое сердце но там некоторыми своими высказываниями вот я крашусь без зеркала я смотрюсь в камеру естественно вижу плохо но наша задача вот я крашусь понятно что не для жизни кражусь только для видео когда мне нужно записать какое-то общее видео на канал или когда у меня гадание в скайпе ну а поскольку у меня гадание скайпе каждый день крашусь я тоже каждый день это нисколько не меняет истории как ну как знаете как театральный актер актер ведь не относится гриму к своему как части своей жизни это часть работы вот для меня грима это часть работы поэтому я и покупаю косметику ну такую как бы это сказать наиболее эффективно это то что позволяет мне добиваться максимального эффекта при минимальных затратах времени и вот значит следующий как совет что лили скрет макияжа замазывать вот эти плат подглазные пространства иногда я это делаю очень прям знаете так обильно это вот этот вот зеленые зеленые такие есть корректоры они как бы от красноты но вот если его его можно очень эффектно так под глазами вокруг глаз нанести особенно в сочетании с если вокруг вот здесь будут бронзаторы это дает такое рельефно и как бы эффект дорогого лица получается то есть поэтому я называю макияж под и трамп до дональд трамп будет с оранжевым лицом и с белыми вот такими вот кругами вокруг глаз но он миллиардер и поэтому это у меня такая ассоциация что это дорого что такой макияж дорого вот значит теперь когда я нанесла этот корректор я еще более готова выйти из дома то есть мне больше ничего не нужно для того что вот если бы я просто пошла сейчас за хлебом например или кормить кошек как обычно то я бы пошла так я бы не продолжал хайлайтер хайлайтер нечто светящиеся решила вот так нанести я не знаю как это вообще проблема решается в других но вот этим на газ вот эта многослойность в нанесении средств там косметических я с ней не справляюсь потому что я боюсь одно одно средство скатывается на другом не часто такое было когда я стараюсь такой нанести полноценный макияж и в итоге долго одно что-то мажу потом 2 а на третьем это все скатывает с такими шарушками вот и вот сейчас я вот мажу этот хайлайтер очень нежно потому что я боюсь все 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 скатать на самом деле всякие блестящие базы отсвечивающие света возвращающие базы у меня присутствует мне их тоже очень много но в одном макияже их нельзя показать на что скатается у меня там у меня все скатывается так а вот дальше можно наверное у бровя давайте прожить брови самый интересный элемент в макияже самый или не самый нет прежде чем рисовать брови я буду экономить время ваше прежде всего я нанесу у меня сегодня испытание новой туши я вот купила тушь коричневая бургундия потому что случайно и какой-то статье в интернете прочитала что как вот эта коричневая тушь именно этого оттенка очень подчеркивает зеленые глаза а у меня вот видите но такие зеленоватые глаза то есть если их подчеркнуть они могут выглядеть зелеными их подчеркнуть в обратную сторону они могут выглядеть серыми желтыми цвета восьмой раз заваренного чая в общем все время разные глаза у меня разного цвета так и потом я буду базу я намажу я поняла в чем проблема я далеко сижу я накрашу базу для того чтобы она сохла говорят надо учиться настоящая женщина должна уметь красить ресниц закрытым ртом ну как выяснилось у меня это получается и кстати без напряжения вот видите вот сейчас глаза ярко-зеленого цвета даже чтобы вы понимали у меня старческая дальнозоркость но это не точно я вот сейчас крашу очень примерно больше больше крашу по ощущениям знаете по ощущениям то есть вот ну как бы на ощупь я вот чувствую где теоретически у меня могут быть ресницы и подозреваю что она крашется очень сильно сегодня и чуть-чуть нижних вообще вот этой тактикой техникой краситься без зеркала я владела с молодость молодость моя пришлась на юность на лихие 90-е годы красились тогда все очень сильно и я умела краситься чем восхищала своих подруг могла накрасить глаза подвести карандашом нанести тушь могла накрасить губы опять же карандашом контуром и помадой блеском все это абсолютно без зеркала ориентируясь только на собственные автономные ощущения но вероятно эти навыки до конца у меня не ушли вообще вот теоретически я люблю всякие экстремальные макияжи может быть не на себе но на людях и я могу ходить с белыми ресницами по моему я даже записывала видео несколько на канал вот с таким белыми ресницами я в этом чудаку а кто сказал что у людей должны быть черные ресницы у меня вот например черной туши нет не синие тушь такая тоже дешевая вот ярко-синие тушь да и у меня есть коричневая новая мы ее сегодня как раз раскроем она чуть-чуть подороже но это мэйбелин так брови я вам обещала ну я не хочу перегружать вот сейчас саму себя и там прям эти брови какие-то рисовать больше кушись пушистые бархатистые бушистые сказала потому что вообще-то они мне идут но всем наверное идут знаете почему все стараются делать сейчас сейчас это так модно делать вот такие толстые брови и почти прямые чтобы вот не было изгиба это происходит от того что у как прямые бровки это признак молодости а задача ведь наши когда мы красимся ну выглядеть моложе да вот и поэтому вот изогнутая бровь особенно знаете такая изогнутая трагической запятой бровь очень старит вот а если сделать прямую бровь некоторые даже полностью удаляют видели вправо вот я вижу в практике у визажистов некоторые даже вот этот хвостик брови даже удаляет полностью а то есть составляют только вот этот вот участок вот этот фрагмент вот этот фрагмент и делает его таким прямым и широким таким и это очень бодрит в целом лицо у меня какая задача основная с бровями основная задача вот моя лично у вас может быть совершенно другая это устранить асимметрию а у меня заметно у меня правая бровь намного выше чем левая и еще и потому что я их без конца выщипала что-то с ними делала левая стала реже и на ней но в итоге после всех моих экспериментов брови слава богу отросли одно как вы это сказать числе на левой брови они отросли более тонкие что ли какие-то такие не как были можно сказать что правая бровь не восстановилась у меня по ширине а вы видели как дела пока не родила вот правая бровь у меня не восстановилась по ширине такая осталась все равно какой-то ущерба а левая вот она левой стали но я абсолютно не вижу где я вот опять знаете крашусь просто ориентируясь на ощущение я думаю что вот здесь у меня должна быть бровь я ее крашу ужас что получится но все равно я хотела для истории записать видео потом опять же вот я сегодня крашусь потому что хочу записать какое-то видео если у меня хватит силы времени то я его запишу и все будет хорошо если не хватит то ну просто будут бездомных кошечек вечером восхищать макияжем и так чем я нарисовала брови вот такая пудра просто это очень темная пудра я вам даже знаете сейчас покажу как я его обычно использую я ее купила для контуринга для этого также ее использую но вот иногда крашу подкрашиваю этой пудрой до брови для контуринг она мне не подходит я и вообще хочу выбросить потому что она кирпично рыжая а это не мой ну как бы коленкор это не моя база цветовая вот там уже она не очень хорошо ложится ну вы видите да полосами мы сегодня договорились все сделать так как делается поэтому мне нравится немножко контурировать лицо ну так очень слегка но только не вот этими рыжими вообще мне кажется это ужасно дешевит образ я смотрю много видео на ю тубе например интервью там дают наши звезды и почти у всех вот почти у всех такие вы видели до кирпично бурые щеки вот такие вот я когда куплю новое просто я не вижу подходящий оттенок тоже хочу какую-то или темную пудру или румяна холодного какого-то оттенка когда куплю я может быть тоже сама порадуюсь и вас порадует вот а пока пока вот мне не нравится этот цвет но накрасилась потому что вот она есть а другой никакой а все равно что-то нужного мусор какой-то даже у меня падает вот еще смотрите я опять все изобретение я заметила что если вот так подкрашивать корректирующим средством своим кончик носа то это тоже как-то бодрит лицо молодеет как-то какой-то такой более сдернутый вид у тебя получается это ближе сесть потому что это наверное я боюсь что это будет не полезно очень смешно хотя смех продляет жизнь может быть смотрите как я крашусь и веселитесь хохочете я буду этому очень рада потому что это такое призвание настоящего артиста веселить людей тушь для бровей специальная тушь для бровей не знаю насколько удобнее качественнее работают туши более дорогие но эту наносить не просто так мне всегда получается почему-то бровь одна богаче другую что вот такие брови у меня получились но это уже почти все почти все осталось только кое-какие сделать штрихи ну и помним что мы сегодня встретились ради новой туши кое-какие дефекты кожи я еще решила закрасить корректором розовым такой бледный под носом как это противно что под носом всегда краснота теперь вот я хочу вашего мнения как вы думаете надо ли мне нанести матирующую пудру у меня есть матирующая пудра откуда она у меня как как она ко мне попала ну тоже однажды купила я случайно матирующую пудру понятно что у меня какой-то отдельной кисточки нет я увидела что у меня блестит вот этот вот треугольник здесь на лбу поэтому можно использовать просто салфетку можно эту матирующую пудру кошки мне и даже разбили она от этого не стало лучше чуть-чуть прямо самую малость я заматирую середину лица ну сработало да сработало лоб так не стал блестеть вот она там была неплохая тоже такая вот недорогая пудра ну и теперь гвоздь программа вы помните что мы собрались с вами для того чтобы для того чтобы вовсе не остановиться красится и красится все что мне попадает на глаза все это будет использовано и в моей моими очумелыми ручками но как как вам это карандаш хайлайтер попался стик хайлайтер давайте на хайлайтер я так это звучит да такой получился глагол на хайлайтер это будто это не про макияж а про пятницу после трудового тяжелого трудового дня правая сторона хорошо что я к вам больше левый сижу правая как 20 ты коррекция вообще не получилось пятнами здесь пудра легла ладно смотрите на левую сторону у меня все равно рабочая сторона левая не то чтобы это прям как-то болезненно я к этому относилась и не давал там меня снимает с другой стороны смысле сама себе не давала бы да но мне несколько она более правильно что ли вот левая сторона правая более характерная то есть если бы я чего-то сильно много добилась жизни стала бы известным человеком и если мой профиль захотели чеканить на монетах то я бы повернулась правой стороной потому что она такая точно отличает меня от остальных 6 миллиардов людей на планете вот а для повседневной жизни для съемок чтобы лучше выглядеть я поворачиваю с левой стороны потому что с левой стороны я такой нормальный человек я сама волнуюсь прямо перед этой да вы спросите тени но я даже не знаю это прямо теряюсь нужны здесь тени или нет я ведь глаза не подвела а как много я забыла и так много разговариваю с вами я пытаюсь найти какой-нибудь нет я не буду кроме а я пытаюсь найти заточенный карандаш понимаете просто острый не все такой блестящий карандаш куба а я же хотела подписи глаза карандашом очень хотел это было прям задача номер один показать круговую подводку но ничего не получается ничего не получается я это забыла поэтому я вам просто покажу тени у меня есть зеленые тени у меня есть абсолютно разбитые даже не буду открывать боюсь у меня есть вот такие вот серые тени красивый такой угольный оттенок был только выбросить осталось кошки разбили у меня есть вот такие вот блестящие бликующие дискотечные бледно-бледно-серые тени они вот так невинно смотрится в коробке на глазах эти так сверкают как ну как я могу немножко мазнуть они сверкают каким-то фиолетовым флуоресцентным светом как крылья какой-нибудь африканской ядовитой бабочки естественно сюда на кисточкой пьется вот мы без темной подводки глазами я могу я допускаю для себя варианты самые разные то есть я могу подвести например взять какой-нибудь синий карандаш он просто тупой я бы сейчас вам показала но он тупой тупой как многое многое тупое бессмысленное как многое в нашей жизни вот он я могу сделать я иногда делаю такую полную круговую подводку вокруг глаз и закрепляю карандаш тенями может быть если когда-нибудь я соберусь еще раз записать такое видео про макияж что я так сделаю а сегодня ради чего мы встретились я же купила тушь тушь мэйбелин бургундского оттенка прочитала случайно где-то в интернете о том что она страшно к некоторым цветам цветам глаз подходит подходит так ну что вот она вот такая кисточка изогнутая кисточка я вижу что это малиновая тушь правильнее сказать что тушь это красная до понятия не имею какой стороной кисточки надо красить это все вообще еще расскажу это видео не урок по макияжу поэтому если ну конечно не прям позеленили глаза спасибо добрый неизвестный автор из интернета работает тушь оттенок все получилось вот насколько я могу сейчас рассмотреть здесь ох остановите меня то я просто себе вертолетные лопасти на ребят нарисую но по сути вот когда я крашу тушь так жирно да еще из базы это тут тени не нужны тени это будет перебор вот я накрасилась а как же накрасилась работать мне некогда то есть ради то ради чего я красилась это видео записать видео теперь для записи видео нет времени вот так мы и живем в таком драматическом режиме а у меня есть еще много ведь интересных вещей смотрите-ка я не задействовал сегодня например не есть обалденная вот такая вот фестивальная краска для тел это вообще не косметика это детские ну такие вещи разукрашивать лицо под тигру там и так далее но она замечательно блестит и можно ее так знаете жирно вот целиком до самой брови намазывать вот так вот навеки это дает какой-то очень такой звездный эффект красиво ну я люблю альтернативные макияжи а потом еще я купила знаете представить его стояла коробочка на кассе знаете такие скидочные корзинки там всякая ерунда валяется по одному лего здесь например там я хапнула подскажите мне что это такое пожалуйста кто знает смотрите я не поняла переводу вот все что здесь сзади написано камуфляж анти что-то камуфляж анти что-то но цвет вот такой вот у этой штуки я подумала что это зеленый корректор мой любимый но он липкий видите это штука очень липкая то есть я вообще не знаю как это можно можно сказать на лицо вот пусть и звук что это такое если кто-нибудь мне скажет может я какую-то ценную вещь купила и не знаю как пользоваться напишите если вы знаете что это может быть такой так и я вам не показала ну все на себя уже намазывать мне ничего и некуда остается вопрос про губы ну с губами знаете тут у меня просто ничего нету для группа но где-то лежит в сумке или ничего нет даже салфетки нет чтобы стереть тональный крем сгуб а вообще я имею тоже вот опять же очень дешевую такую палетку сейчас увидите на девственно чистая нетронутая такая вот совершенно никто ее муха не сидела видите муха не сидела такая палеточка цвета какие красивые да для губ если бы я красила губы или если бы мне эта палетка досталось лет 30 назад ну ладно 20 то я бы очень порадовалась и все всю всю ее бы быстренько вымазала но сейчас я губы вообще не крашу тем более не крашу так ярко уж мне кажется что не идет я предпочитаю привлекать если привлекать внимание макияж макияжа то привлекать его к глазам когда я покупаю косметику все время бью себя по рукам и говорю ну зачем и так много все это лишнее и так есть чем краситься а вот сегодня когда мы с вами это все записали я посмотрела как у меня всего мало какое у меня все убогое и показать там не ничего может быть я еще что-то куплю а вам спасибо за то что вы посмотрели мое асмр видео да это не урок это не урок косметики макияжа это такое получилось я надеюсь асмр видео успокаивающее пишите понравилось либо или не понравилось спасибо